Я хочу остановиться на аналитических возможностях исторического корпуса «Манускрипт». О нем я неоднократно докладывал на конференциях, и некоторые здесь присутствующие слышали мои выступления, и я знаю, что некоторые присутствующие пользуются этим ресурсом. Давайте. Вот отдельная страница нашего портала. Но портал содержит два корпуса. Исторический корпус рукописей X-XV веков и корпус текста Фомоносова. Я сегодня буду говорить только о первом. Мы с самого начала, проект имеет давнюю историю, с самого начала ставили своей задачей точно передать с помощью транскрипции особенности оригинала. И вот вы сейчас видите на слайде, что действительно эта страница, это одна из, по-моему, восьмой лицевой христианопольского корпуса XII века, достаточно точно передается в корпусе. Эта возможность достигается специально созданной кодошрифтовой системой «Манускрипт», которая содержит не только основные буквы, но и варианты буквы, и так далее, и так далее. Ну, вот сразу, никогда просто для чего необходимо так показывать. Дело в том, что хирургическая база данных, а у нас все построено на СОБД Оракл, позволяет не только хранить информацию, но и точно так же, как другие средства, форментировать, размечать эту информацию. И, по сути дела, справа вы видите результат расположения в соответствии с оригиналом на основе существующей разметки этой страницы и части текста. Ну, понятно, что эта разметка в данном случае не лингвистическая, а аналитическая, размечены типы фрагментов. Например, выделен основной текст, вот он в середине, выделены толкования, выделено разного типа глоссы, от снилки к основному тексту, толкованиям от основного текста. Все это позволяет различным образом не только представлять, но и в случае необходимости делать выборку из корпуса. Ну, например, при выборке, при формировании под корпус разделить данные основного текста, предположим, христианопольского апостола, и толкование. И, если созданы два таких под корпуса, можно их сравнить с точки зрения лингвистических особенностей. Ну, вот, аналитическая разметка позволяет найти и отобразить какие-то фрагменты. В данном случае на слайде вы видите отображение одного из стихов. Это послание... Пятый, семнадцатый я вижу. Ну, один из стихов Библии. И вы видите, что с помощью... Вы видите, что визуализируется фрагмент, который необходим, а все остальное прячется... Ну, вот такие способы визуализации фрагментов. В поле есть разметка текстов. Соответственно, она может быть представлена и в другом виде. Та же самая страница, основной текст вот так вот построчно, приписки, точнее так, толкования к различным частям основного текста в виде подтекстовых примечаний. И вот так даже с помощью вот таких вот соединительных линий показано, что и с чем связано вот это толкование, связанное с этой частью текста. То, на что мы потратили довольно много времени, это точная передача транскрипции текста, вдруг стало препятствием для развития корпуса в одном из направлений, в направлении аналитических возможностей корпуса. Когда мы набрали большой объем, сегодня корпус содержит около 140 текстов и их отрывков, списков и их отрывков, около 3,5 миллионов текстовых форм. Конечно, хочется иметь аналитические инструменты. А как только возникает такая задача, уже встает необходимость не различать, а унифицировать. И поэтому эти вот слишком дробь, слишком частот, слишком вариативное увлечение вариативностью необходимо было каким-то образом снять. И сегодня в корпусе существует несколько возможностей унификации и нормализации текстовых единиц. Ну, вот я их перечислил. Это правила приравнивания. Так и не отобразились. Я, извините, установил. Нет, они не установились у вас. Не установились, да? Ну, вот, извините, вот эти вот квадратики, это примеры, какие буквы другу приравнивают. Например, омега к О приравнивается, и истеричная к и восьмиричному, и так далее, и так далее. Этих правил около 30. Их можно увидеть на сайте. Соответственно, при... Сейчас я покажу, как это делается. При необходимости можно просто снять эту вариативность и получить необходимую выборку. Кроме того, можно использовать регулярные выражения, что тоже позволяет снять вариативность. Не показано явно, но если будете экспериментировать, то можем спокойно в поле маска, текстовой формы, набирать эту маску современными кирилловскими буквами. И происходит, по сути дела, транслитерация, и осуществляется поиск. Тоже своеобразная унификация. Ну и такой очень важный этап любого корпуса – это лимитизация текстовых единиц. Поведение к каким-то определенным нормальным формам. Вот на этом слайде я показываю, каким образом можно использовать некоторые возможности. Ну вот здесь в подсказке сказано, какие виды точности вы можете выбрать, если вам необходимо, предположим, убрать надстрочные буквы, надстрочные символы какие-то, убрать титла, или наоборот, унифицировать титла. Это здесь описано, здесь приведена табличка, что с чем сочетается, ну а здесь выбор необходимой условной формы. Здесь в параметре словаформы использовано регулярное выражение. И здесь вот регулярное выражение. То есть на одном стадии я постарался собрать вот такие вот… такой пример возможности унификации текстовых форм. Далее, комментарий к этому стадию попутный. Часто спрашивают, а есть ли возможность сделать поиск по всему корпусу. Да, есть. На титульной странице на первой строчке есть гиперссылка к корпусу. И попадаем сразу вот на эту страницу поисков по всему корпусу. И по адресу можно контекст посмотреть. Ну, это примеры, связанные с доработкой существующих запросных форм. У нас их несколько видов. Однотекстовая так называемая форма, многотекстовая форма, когда можно сразу сделать выбор по нескольким текстам по уже сформированному под корпусу. А в последнее время мы достаточно, по-моему, продуктивно работали и создали два достаточно интересных модуля. Это модуль N-грамм и модуль статистики. Ну, что такое N-грамм, и мне в этой аудитории говорить не нужно. И все мы понимаем, что для того, чтобы из корпуса достать перечень N-грамм, нам нужно всего два шага. Первый шаг — это задать под корпус. И второй шаг — выбрать количество компонентов N-грамма. Дальше должны получить расположенный в каком-то порядке перечень или биграмм, или триграмм, или четыреграмм, и так далее. Когда мы начали разрабатывать этот корпус, нам казалось действительно все просто. Но сразу мы с вами и лингвисты, и прикладники, и компьютерщики понимаем, что аппетит приходит во время еды, и, соответственно, сразу возникает желание. А вот неплохо вы, предположим, эти N-граммы строить не только из компонентов, которые следуют друг за другом, а из компонентов, которые могут следовать в любом порядке. Раз. А может быть, N-грамму построить не только контактную, но, предположим, через один компонент, или через два компонента, или через три, а может быть, одновременно и контактную, и через один, и через два. И вот таких желаний у нас возникает довольно много. Естественно, желание не строить биграммы, или триграммы, компоненты которых разделены пунктуационным знаком. Конечно, желание удалить стоп-слова, и так далее, и так далее. На сегодняшний день этот модуль содержит несколько типов параметров, ну, как я назвал условно-базовое количество компонентов, и, понятно, статистическая или количественная мера, потому что не только по количеству N-грамм расположить можно, но и по другим значениям, предположим, есть известные статистические меры, которые измеряют тесноту связанности компонентов, с целью поиска коллокаций, коллегаций и так далее. Так называемые структурные, это расстояние между компонентами, следование, точность, совпадение маски, текстового прецедента, некоторые другие, и так называемые лингвистические. Из чего строить эти N-граммы? Или из текстовых форм, или из леб. Результат будет разный. Желательно еще, и если нам нужны коллегации, то учесть неграмматическое или морфологическое значение, учесть слово и так далее. Вот этот комплекс желаний у нас превратился вот в такую запросную форму. На самом деле, конечно, здесь много всего, но несколько пояснений. Вот это вот подкорпус. Подкорпус можно построить, вот здесь есть мои выборки. В этом подкорпусе два вербукса. Это полимейник 14 века. А, нет, два полимейника, простите. 14 и 13 веков. Вот здесь вот, вот эти два поля, это поля для компонентов. Вот первый компонент, вот второй компонент. Сколько полей компонентов, столько компонентов. Биграмм или двиграмм получится. Мы можем наложить фильтр в виде маски. Вот здесь я привел пример современными буквами. В данном случае регулярное выражение. Можем еще наложить фильтры в виде морфологического значения. Здесь есть другие, на них сейчас не буду останавливаться, параметры, при необходимости отвечу. Здесь вот для второго компонента, который может быть любым, введена точность 0,5,2. И, по сути дела, можем запускать выполнение. Здесь есть справочка, перечень формул, которые можно, в данном случае, построение на основе меры Тиско. Здесь есть справочка, такие меры, и дальше вниз, можно использовать для измерения связанности компонентов. И вот результат. Результат запроса, который вы видите. Здесь вы видите, выводится регулярное выражение, которое на самом деле в базе данных использовалось на основе современных букв. И дальше мы видим беграмму страха Господня, страха Господня, лица страха, в страссе, стихи, в устрашении и так далее. В общем, достаточно показательное начало этого списка, но привлекает вот такое непонятное лицо страха. Не очень семантически понятно, если не знаешь, положим текст, то о чем речь. Когда мы внимательно смотрим вот сюда на адрес и видим, что это лица страха, 3622, 3622, вот где-то рядом. Оказывается, вот эти вот две беграммы это части одной более длинной беграммы. Это должна быть, видимо, 3 грамма или 4 грамма. Я могу вернуться к запросной форме. Да, смотрю контекст. От лица страха Господня, вот, это уже более крупная единица. И далее я добавляю в этой же форме раз, два, третий компонент. Открываю с помощью этого плюса открываю это поле и в результате получаю перечень триграмм. где-то тут вначале должна была быть вот та триграмма, которая нас навела до мысли, что мало беграммы. Ну, во всяком случае, страхом Великого Господа, в страсте Божией Божисто, в страсте Божия Божисто, нестеря на то, что здесь по одному разу, но сочетаемость этих словах форм такова, что они тяготеют друг к другу. Здесь в этом полце показано количество употреблений каждой из формы, и видно, что они встречаются чаще друг с другом, чем с другими словах формы. И второй модуль, который мы назвали модуль статистики, хотя модуль н-граммы, тоже модуль статистики, при создании которого мы преследовали несколько целей. Первое и понятное для нашего корпуса, когда корпус состоит из полных текстов, это желание посмотреть, а есть ли какие-нибудь зависимости в распределении тех или иных единиц внутри текста. Ну, например, на уровне идесятиричного. Есть ли какие-нибудь тексты очень часто создаются компелитивные, берутся разные списки, иногда это разные писцы, и должна быть возможность посмотреть определенное распределение или графических особенностей, или лексических особенностей по рукописи. И вот этот режим, режим выявления распределения единиц был реализован. Второй режим количественной оценки единиц приняла подкорпуса, в данном случае мы преследовали цель более широкую, сравнить количество искомых единиц в разных текстах, в разных подкорпусах, предположим, которые могут состоять как из текстов, так и из аналитических единиц, например, фрагментов. Тоже чуть позже это продемонстрировано. И третий режим, собственно статистический, когда оценка количества той или иной единицы осуществляется на основе усредненных значений какого-то контрастного корпуса, предположим, всего нашего исторического корпуса. Какое-то слово в этом корпусе встречается 0,1%. Я хочу сравнить эту частоту среднюю с частотой этого же слова в моем подкорпусе. Она может быть средней, она может быть выше, она может быть ниже. Вот ради этого был создан третий режим. Давайте посмотрим на эти режимы. Режим распределения. Вы видите, в данном запросе тоже сформирован подкорпус из трех летописей Патерская, Девиловская, Лаврентьевская. Показано, что Лаврентьевская летопись при построении будет так называемой основной. Далее мы опять ищем единицы, которые относятся к основе страх, но не страдания, поэтому исключаются все страсти с помощью ярмого выражения здесь. Так, 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 ну, все. И да, и показывается распределение в виде абсолютного количества. Вы видите график. Красным Лаврентьевская летопись, по-моему, да, зеленым Радзивиловская и синим Ипатерская. Вот так распределяются по этим рукописям слова с корнем страха. Страстие, страшный, прилагательный, существительный. Мы видим, что это распределение неоднородное. В начале летописи ничего нет, потом появляется что-то, потом какой-то где-то во второй части рукописи, надо сказать, что рукописи выровнены либо погодным записям. Я не прокомментировал. Вот здесь посмотрите, выбран фрагмент для подсчета и фрагментом является погодная запись. Поэтому не по листам, они разные по объему, выровнены. И поэтому можно говорить о том, что в этой части у всех появляется желание писцов по сюжетам использовать это слово, потом пропадать, потом снова появляется. Но это абсолютное количество.